Доброе всем время суток! Меня зовут Виктор и я вас приветствую на 192 видеовыпуске, который называется на доске. Сегодня у нас немножко не на доске, а на пляже. Я заранее извиняюсь, если будут шумы от моря, от ветра, который сейчас дует. Просто не получилось записать видеовыпуск на доске вовремя до отъезда на отдых. Поэтому вот такой вот у нас сегодня вариант. Собственно, про что я хотел бы рассказать сегодня? Сегодня я расскажу про такую штуку. Например, если вы продвигаете какие-то популярные места, например, бары, рестораны, пляжи, какие-то туристические места, то вот из наблюдений и даже из опыта, то есть у нас был опыт продвижения пару баров, один, который находится в Риме, который в Барселоне. Так вот, как обычно турист, например, турист, который приезжает из Украины, России, Белоруссии, из СНГ или из других стран, например, в ту же Барселону или в тот же Рим. Вот, например, человек прилетел в Италию, что он хочет попробовать? Правильно, итальянскую, например, пиццу. Как он обычно гуглит и использует? Он пишет лучшая итальянская пицца в Риме и так дальше. Собственно, под эти запросы, не поверите, есть нормальная семантика с хорошей частотностью, которую очень часто спрашивают и на русском, и на английском, и на других языках. Собственно, если у вас есть место и вы хотите, ну, так незаметно от конкурентов привлекать туристов, людей в свои заведения, то, наверное, это очень хороший вариант. Ну, не, наверное, очень хороший вариант, просто у меня есть как бы данные по продажам этих мест, и это на самом деле круто. Ну, вот, например, если вы попали в Рим, да, и пишете там лучшая пицца, то это все ведет в одну кафешку, которая работает с 8 вечера до 2 часов ночи, то есть она днем не работает, утром тоже не работает. И там на самом деле очень прикольная пицца, очень прикольная подача, то есть там такие дружные итальянцы. Собственно, что нужно для этого сделать? Первое, это пишется контент, то есть, ну, наверное, первое собирается семантика, второе пишется контент под эту семантику. Только контент пишется не такой, как, например, там для того же Миролинкс или там просто для статьи, а какой-то, например, топ-5 мест, которые нужно посетить в Риме, там, в Афинах, в Барселоне обязательно. И в этом списке перечисляется ваше место, которое вы считаете хорошее, ну, соответственно, ваше заведение. Как следствие, дальше эту статью можно либо прокачать, либо она сама попадет в топ, и, например, топ-10, топ-15 по таким запросам может быть ваш, там, ну, вы на это потратите, грубо говоря, 15-25 статей. В итоге получается неплохой трафик и неплохое привлечение, на которое очень многие конкуренты, очень многие заведения не обращают внимания. В целом, это все. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Еще раз сори, что у нас выпуск такой немножко неформальный, не на доске. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok